Выставка «Необычное хобби» совсем небольшая. Ее участники – сотрудники культурно-информационного центра. 1 апреля часть своих драгоценностей они решили разместить в библиотеке центра и подарить гостям весеннее настроение. И действительно, каждый экспонат окружает тепло и свет. Екатерина Рыбьевская долго выбирала себе любимое занятие. Очень хотела сделать что-то красивое и доброе своими руками. Остановилась на изготовлении открыток – кардменкинге. Используется и вышивка, и квилинг. Это нарезаются такие тонкие полосочки из цветной бумаги, и из них уже скручиваются и цветочки, и бабочки, все что угодно. И используется, скажем так, по-простому, вспененный скотч, и можно какие-то детали на этот скотч наклеивать. То есть открытки становятся выпуклыми. Также здесь применяются и пуговицы, и ленточки, тесемки, кружева. В общем, открытка живая. Свои открытки Екатерина дарит друзьям. Спустя годы человек, перебирая бумаги, наткнется на трогательную открыточку, и тепло вновь охватит его. Ольга Савченко тоже с удовольствием дарит знакомым свои работы. Она мастер витражной росписи. Создает витражные картины, расписывает зеркала, окна, бутылочки, и даже CD-диски. Научилась этому искусству благодаря случайно увиденной телепередаче. Потренировалась на любимом кальяне мужа, домашних светильниках, кружках и тарелках. Получилось. Я стараюсь рисовать такие солнечные, яркие картины. Не знаю, может быть, мое настроение какое-то вот такое вот передавать в своих работах. На маленькой выставке есть и любимая работа Ольги Савченко. Улитка. Вот ее домик. Там куча у нее маленьких ее деток. Она такая яркая, солнечная. Каждый раз, когда я на нее смотрю, хочется улыбаться. Она поднимает настроение. Но я стараюсь все свои работы рисовать так, чтобы на них было приятно смотреть. Не вызывали у людей только положительные эмоции. Образцы витражной росписи Ольги уже разъехались по всему миру. Так много у нее друзей. И таланта много, и дарить его не жалко. У коллекционеров же все по-другому. Собирать коллекцию, любоваться и с гордостью показывать друзьям. На выставке часть большой коллекции колокольчиков Марины Сидорец. Они привезены из разных стран, из разных городов. Ей дарили. Она покупала, приобретала сама. Что интересно, каждый колокольчик имеет свое звучание. Если вот позвенеть, каждый имеет как бы свой голос, свое звучание, свое имя. В старинном чемодане коллекция фигурок ангелов. Они тоже из разных стран и городов. Изготовлены из разных материалов. Самая необычная коллекция принадлежит Дмитрию Морозову. Он собирает носорогов. Когда-то в сувенирном магазине ему очень понравилась ониксовая фигурка носорога. С тех пор с помощью друзей у Дмитрия появилось целое носорожье стадо. Некоторые даже приехали из Нидерландов, Китая, Индии, Африки. Вот такая необычная выставка открылась 1 апреля в библиотеке Культурно-информационного центра. Елена Анисимова, Андрей Вов, Севинформбюро.